Шанс. Там да ты. Слотс Сити. ХамАЗ заявили, что взяли в плен порядка 130 израильтян, в том числе сразу несколько израильских генералов. И это, конечно, беспрецедентное событие в новейшей истории. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности. Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Уважаемые друзья. Нет у тебя больше никаких друзей, Володя. Последние подкаблучники и отвернулись после объявления мобилизации. Обращаюсь сегодня к вам. Ко всем гражданам нашей страны. Вставайте, родненькие. Вставайте, пацаны. За яхты, за дворцы. Все это под угрозой. Идет большая, трудная боевая работа, которую выполняет с честью наши военнослужащие. Ну, если коротко. У нас было 150 тысяч. Теперь их там нет. И нам нужно еще 300 тысяч. Это так, в двух словах, если что. Наши пацаны, наши сослужащие там, мы едем. Мы не лохи, мы не черти. Мы поедем все. И будем защищать Россию. Нам по***. Воу. Вы же за мобилизацию? Я за мобилизацию. Вы готовы воевать? Я завтра уезжаю. Куда? В какой город? В Украину. Какая разница? Какая разница? Я за Россию. Мы поедем все. И будем защищать Россию. Мне думается, что у каждого поколения, может быть, не только 41-й год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа в 45-м. Мы не можем проиграть современным нацистам, фашистам и бандеровцам. Откройте дверь! Что вас разорвало всех? Генерал Бойко! Пришли забирать вас в армию. Какую армию? Мне 52 года. Призывной возраст подняли. До 60. Кто поднял? Приседент. Вы же сами из него голосовали. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству. Кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку. Это не неизбежность. Я знал об этом лет за 20. Еще-то не родился, может быть, или родился уже, но еще ничего не понимал. А мне уже было понятно, что война будет. Блуд был большой. Блудили все. Все грешили, 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 грешили. Господь взял всех и наказал. Вы что, не знаете об этом, что ли? Армия не учит убивать. Армия учит любить кусок хлеба и один час личного времени. Вот зачем армия нужна. Уверен в поддержке граждан России. Всех патриотических сил страны. Ленин был тем врагом, который был готов на все. Вплоть до, значит, был готов на превращение мировой войны в гражданскую. Только Ленин объявил, что мы хотим, чтобы мировая война стала гражданской. То есть перенести пожар большой войны внутрь своей родины можно было быть только вот совершенно не Русю какому-то. Да, он таким был. Украина имени Владимира Ильича Ленина. А мы никто об этом даже не догадывались, что такие люди бывают. Поэтому партия большевиков была той сознательной силой исторической, которая поставила фишку на уничтожение исторической России. Я в свое время положил рядом Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строительства коммунизма. Это было самое уникальное открытие моей юности комсомольской. Один в один переписали. Взбесился краснозадый дедушка Зю. Лидер российских коммунистов обещает красную жару. Политическая кухня России превратилась в зловонные авгиевы конюшни. Одним из самых уродливых феноменов в жизни страны последних 30 лет выступает паразитическая деятельность КПРФ и ее верхушки. Данная реплика КПСС на корню дискредитировала левую идею в глобальном масштабе, став эталоном оппортунизма и предательства Homo советicus. За счет непробиваемой ностальгии вымирающей возрастной группы 60+, красный олигарх Зюганов обеспечил себе и своим потомкам до энного колена безбедную бытность. При этом фюрер Гена обслуживает интересы кремлевской верхушки похлеще покойного Жириновского. Мы самая сильная, могучая, самая добрая в мире страна. Советская армия освободила Европу от коричневой чумы, которая вновь начинается в Западной Украине и в других ее частях. Мы всем дали очень много. И день единства придет на Украину. Но день единства Новороссии, Малороссии. И пусть там в Западной Украине будет свое маленькое государство Галичина. Никакие санкции не потерпим. Не потерпим никакого унижения наших граждан. И защитим русских в любой точке земли. Особенно в соседней Украине. У наших границ Новороссии царушники, бандеровцы, нацисты подожгли новую войну. Мы прямо сегодня заявляем, что мы не дадим в обиду Новороссию. В условиях путинизма номенклатура КПРФ чувствует себя замечательно. Она не просто подыгрывает системе, но является частью правящей коалиции на правах сателлитной структуры Единой России. За это коммунистов силовики не трогают. Репрессии им не страшны. Наоборот, продажные партии дают преференции. К примеру, в Орловской и Ульяновской областях, а также в Хакасии сидят губернаторы с партбилетами КПРФ. Это доноры пресловутой партийной кассы. В обмен на упомянутое благо, Кремль использует Гену Зю и компанию в самых грязных целях. В феврале 2022 года именно через коммунистическую прокладку провернули признание независимости квазиобразований, созданных на Донбассе ГРУ и ФСБ. Именно КПРФ призвало защитить народы республик от внешних угроз и реализации политики геноцида. Формально политическая ответственность за втягивание России в авантюру со спецабасрацией лежит на зюгановцах. Соответственно, по логике вещей, весомую долю ответственности за подстрекательство к вторжению под надуманным предлогом должны понести проклятые коммуняки. Опять недобитки сталинисты довели россиян до состояния катастрофы. В ближайшем будущем именно 57 депутатов от КПРФ можно первыми повесить на фонарных столбах. Однако поможет ли это хоть как-то вытащить страну из трясины? В последние дни, предвкушая, как его пустят в расход, красный кровосос Зюганов скачет оки уж на сковороде. Он прогремел сразу в двух скандалах. Сначала появилась информация о письме Зюганова к Путину, в котором первый просит не назначать звезду тиктока Кадырова на пост министра обороны. Дескать, по молодости Рамзан безжалостно резал глотки пленным русским пацанам в Чечне и как-то унизительно будет садить многонационала в правительство. Хоть высокогорным клоуном легко управлять, но этот ручной пес скверно пахнет. Потом Зюганов стал оправдываться, что никакого антикадыровского письма нет в природе. То есть он уже не против поставить головореза на место Шойгу. Принципиальный политик, однозначно. Второй зашквар связан с отчаянным предложением Зюганова объявить в РФ массовую мобилизацию. По его мнению, идет война, а не спецоперация. Нужна всеобщая мобилизация, нужны совсем другие законы. После кейса с признанием ЛДНРы от КПРФ по стране пошла красная жара. Фактически с думской трибуны признается факт поражения РФ в Украине. Кроме того, жирный код решил бросить на амбразуру всех россиян. Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, вы можете прекратить войну, вы не можете прекратить, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца. У него есть два исхода, или победа, или поражение. Вопрос победы на Донбассе – это вопрос нашего исторического выживания. И каждый в этом зале и в стране должен реально оценивать происходящее. Зюганов вызвал такой резонанс в обществе, от которого карточный домик путинизма может завалиться. В панике Песков заявил, в Кремле пока не намерены объявлять мобилизацию. В настоящий момент нет, об этом речи не идет. А к вечеру из логова красного тоталитаризма прозвучало грозное опровержение. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, мол, Зюганов говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России. В самой партии призвали казнить тех, кто не так понял слова Зюганова о мобилизации. Заявления Зюганова совсем расплавили мозг Дмитрия жалкого Медведева. Он почуял, как перехватывают последний его актив, проклятия и апокалиптические угрозы. Политическое ничто выдало очередной перл, как у стран Запада будет гореть земля и плавится бетон. Медведеву все сложнее защищать свое амплуа от посягательства со стороны Зюганова, и он явно будет рад, когда паразита подрежут где-нибудь обиженные кадыровцы. Большевики поставили на совершенно не бьющуюся лошадь. Они уничтожали, и они уничтожили историческую Россию. Мы живем все, к сожалению, в уничтожившейся России. Они успели дважды уничтожить Россию в конце 20-х годов, ну, в смысле, в начале века и в конце века. Я считаю, конечно, что церковь отвечает в России за все. В России живет только Иисусом Христом. Если забрать Иисуса Христа из России, Россия тут же рассыпется при всем своей нефти, балете. Это хорошо знают наши враги. Иисус Христос всегда боролся за тех, кому тяжело, сложно, за сирых, нищих, убогих и так далее. Если бы он был сегодня жив, он бы вошел в нашу манифестацию. Президент США решил не мелочиться и собирается запросить для незалежной аж 100 миллиардов долларов.